Ух ты! На вас надвигается гигантская бурлящая гора грозовой тучи. Огромное черное пятно выделяется на фоне ярко-синего неба прямо над вами и позади вас. Вы видите ослепительную вспышку, а через несколько секунд до вас доносится оглушительный раскат грома. А дальше начинается ливень. Ветер усиливается. Вы видите верхушки деревьев, которые склоняются к самой земле в нескольких километрах от вас. И все это приближается с каждой секундой. Вы застываете на месте, понимая, что не сможете убежать. Но почти добравшись до вас, дождь внезапно прекращает движение. Всего в нескольких метрах перед вами разверзается настоящий потоп, но там, где вы стоите, сухо и даже солнечно. Через некоторое время сердитая грозовая туча проливает последние капли и рассеивается. Увидеть край дождя удается крайне редко. Дождь должен быть действительно сильным, чтобы ветер не мог отклонить капли от их вертикального пути. Если дождь будет слабым, вы сможете увидеть его край только издалека. Он выглядит, как мерцающая серая дымка, идущая от неба до земли. Дождь уже прошел, но ветер все еще дует и даже становится сильнее. Вы замечаете летающие по кругу листья и понимаете, что вот-вот начнется торнадо. Вы бежите изо всех сил, взбираетесь на холм, и только после этого останавливаетесь и оборачиваетесь. Торнадо еще нет, но облако, которое висит позади вас, выглядит угрожающе. Еще одна вспышка и щелчок хлыста молнию ударяет в одинокое дерево рядом с тем местом, где вы только что стояли. Оно загорается, и столб пламени поднимается к самому небу. Дождя по-прежнему нет, а колонна огня становится все выше и выше. Возможно, вы слышали об огненном торнадо, но еще никогда не видели его. Такое явление возникает, когда ветер закручивается близко к земле из-за разницы в давлении воздуха. Подобные мини-торнадо обычно легко заметить. Мелкие обломки, пыль, песок и листья поднимаются в воздух и начинают быстро летать по кругу. Если поблизости есть источник огня, воронка может подхватить его и раздуть, как кузнечные мехи. Пламя кружится и кружится, поднимаясь все выше, и в конце концов создает пылающую башню. К счастью, огненные торнадо недолговечны и обычно не наносят большого ущерба. Но приключения не заканчиваются. Вы слышите громкие раскаты, исходящие снизу. Нет, это не ваш живот издает такие звуки, низкие и зловещие. Вы смотрите вверх и видите странные огни, которые зависли над землей. Они похожи на мерцающие шары, парящие высоко в небе. От такого зрелища у вас перехватывает дыхание. Этот световой феномен называется огни землетрясений. Явление пока мало изучено, но очевидцы наблюдали его в разных формах и проявлениях. Огни выглядят как световые шары, молнии внутри облака или гирлянды и устойчиво светятся в небе. Вскоре после этого начинается сильное землетрясение. Ученые не могут объяснить, по какой причине появляются огни и почему это происходит не всегда. Возможно, дело в подземных газах, которые выбрасываются в атмосферу. Итак, начинается землетрясение, но вам везет, оно не такое сильное, как ожидалось. Земля дрожит, но вам удается сохранить равновесие. Все заканчивается так же внезапно, как началось, и вы идете домой. Поздно вечером вы выглядываете в окно и видите нечто невероятное. Радугу! Но ведь уже стемнело и в ясном ночном небе светит луна. Ой, погодите, это же настоящая лунная радуга. Это явление также называют ночной радугой и происходит оно крайне редко. Радуга похожа на обычную во всем, кроме того, что она появляется в ясную лунную ночь после ливня. Насладившись удивительным зрелищем, вы крепко засыпаете. Утром вы снова выглядываете в окно и видите, что солнце практически не видно и кажется, будто все еще ночь. До вас доносится отдаленный шелест и какое-то карканье. Вы озадаченно смотрите вверх и не можете поверить глазам. В небе летают тысячи и тысячи птиц. Так много, что они практически полностью блокируют солнечный свет. Это явление называется Сорт Сол, что по-датски означает «черное солнце» и характерно только для Дании, где многочисленные перелетные скворцы одновременно поднимаются в воздух, чтобы найти место для зимовки. Их так много, что они заставляют небо полностью почернеть на некоторое время. Интересно, как же их занесло ваши края? Да, хороший вопрос. Ну ладно, теперь вы волшебным образом телепортируетесь в Антарктиду. В конце концов, мы находимся воображаемой вселенной, так что у нас всякое может случиться. Конечно, вы успели тепло одеться. Вы в недоумении смотрите по сторонам и понимаете, что перенеслись на склон горы Эребус, одного из многих вулканов ледяного континента. Прямо сейчас внутри горы что-то происходит, и из верхушки и трещин на склонах выходит газ. Но ваше внимание привлекает не он, а снежные столбы вокруг. Они известны как снежные трубы и образуются благодаря кипящей под ними магме. Когда на поверхность выходит горячий газ, холод останавливает нагретое вещество. В результате образуются фумаролы. Горячий газ замерзает, как только попадает в воздух, создавая причудливые ледяные статуи. Они почти все время выпускают тонкие струйки дыма и растут по мере того, как газ пытается вырваться из недр. Ну что ж, хватит с нас морозов и вулканов. Самое время отправиться туда, где потеплее. Бжух! И вы в Лос-Анджелесе. Посмотрите вверх. Прямо над вами раскинулся красивый радужный каскад облаков. Это явление называется огненная радуга или окологоризонтальная дуга. Опять-таки, это большая редкость, но в Лос-Анджелесе подобное происходит гораздо чаще, чем, скажем, в Лондоне. Огненные радуги возникают только при определенных условиях. Близко к экватору, в ясную погоду. Небо должно быть в перистых облаках, а солнце должно находиться выше 58 градусов над горизонтом. Такие облака состоят из кристаллов льда, и когда на них попадают солнечные лучи, частицы преломляют свет и создают радугу. Просто невероятное зрелище. Ой, новое перемещение! На этот раз вы оказываетесь в Индонезии, откуда открывается вид на вулкан. Он называется Иджен, и это самая красивая огненная гора в мире. Вы видите, как вулкан медленно извергается, но лава, лениво вытекающая из его кратера, не красная, а голубая. Сернистого газа внутри гораздо больше, чем в любом другом вулкане. Когда Иджен начинает извергаться, газ выходит под очень высоким давлением. Он встречается с воздухом и запускается химическая реакция, которая делает огонь синим. Вы когда-нибудь видели, как горит газовая плита? Здесь принцип похожий. Вжух! И вы снова чувствуете лютый арктический холод. Да ладно! Но едва взглянув на замерзший океан, вы забываете обо всех холодах. На его поверхности расцветают морозные цветы. Чудесные кристаллы хрупкого льда, кажется, вырастают прямо из тонкого слоя замерзшего моря. Такие цветы встречаются только у морского побережья или на озерах, когда разница температур над водой и на уровне ватерлинии очень велика – не менее 15 градусов Цельсия. Когда более теплый лед на поверхности встречается с более холодным воздухом, появляется водяной пар, который очень быстро замерзает. Это создают хрупкие, но очень красивые структуры, которые со временем могут становиться больше. Ваш следующий пункт назначения не намного теплее. Вы за полярным кругом в Сибири. Вокруг ничего, кроме бесконечной зеленой долины и невысокого холма неподалеку. Вдруг вы замечаете, что Земля вибрирует? Опять землетрясение? Нет, вы видите, как дрожит холм, да так, будто вот-вот лопнет, а потом он и в самом деле лопается. Оглушительный грохот на несколько секунд лишает вас слуха. И вы можете лишь наблюдать, как в разные стороны разлетаются огромные валуны, словно метеориты. Когда ваш взор вновь падает на Землю, вы больше не видите перед собой никакого холма. Его место занял широкий глубокий кратер. Вы только что стали свидетелем взрыва вечной мерзлоты. Это новое и плохо изученное явление. Основная теория утверждает, что на замерзших равнинах Сибири иногда образуются невысокие курганы, выталкиваемые вверх за счет расширения скрытого под ними природного газа. В какой-то момент этот газ взрывается, и курган лопается, как водяной пузырь, с мощным и чрезвычайно опасным хлопком. Осторожно! Прямо на вас летит шальная валун! Уф, вы очень вовремя перенеслись. И, кстати, вы наконец вернулись домой. Гроза вроде закончилась, и... Ого! А это что за облака? Выглядят они жутковато. Не волнуйтесь, это вымеобразные облака, и они совершенно безопасны. Они появляются до или после сильной грозы или урагана. Обычные облака образуются благодаря более теплому воздуху, который поднимается вверх. Но этот тип появляется из-за более холодного воздуха. Он создает карманы из-за льда и воды, которые опускаются вниз отдельными лепестками. Они держатся недолго, максимум 15 минут, а потом исчезают. Глядя на это зрелище, вы качаете головой и направляетесь в сторону дома. Да, для одних суток это уже перебор.